Всем привет! В эфире универ-ньюс, а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Казанский федеральный университет проводит образовательную акцию в районах Татарстана, которая носит название «Научный десант». Так, первым пунктом высадки научного десанта стал поселок Опастово. О том, как это было, смотрите далее. Казанский федеральный университет Поэтому мы здесь, я думаю, не случайно встретили такой теплый прием. Друг за другом идут мероприятия, и люди постепенно узнают и об университете, и расширяют свой кругозор, что-то нового узнают. Вот это очень здорово, в общем-то. Я думаю, такие вот вещи, они, конечно, особенно у молодежи вызывают большой интерес. Научный десант КФУ – это научно-популярная лекция 13 институтов, одной высшей школы, одного факультета и двух филиалов КФУ. Выступления творческих коллективов, консультации приемной комиссии и различные интерактивы. Мы берем соль, вот этот дихромат, наливаем туда спирт и поджигаем просто. И это как извержение вулкана. В этот день представители КФУ прочитали собравшимся две лекции. Когда мы подбирали наш лекционный материал, мы ориентировались на все-таки профориентационное направление. И первая лекция у нас была про профессии будущего. Вторая лекция, которую прочитала я, она была про умение себя презентовать. И сейчас, на мой взгляд, тоже не менее важная лекция. Она больше касается, конечно, безопасности жизнедеятельности. Сейчас наш преподаватель институт фундаментальной медицинно-биологии рассказывает об оказании первой медицинской помощи. Кроме лекций, школьники Апастовского района смогли посетить мастер-классы по арабскому языку и хинди, а также мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи, стать участниками интерактивного квеста «Химия» на улице Лобачевского и увидеть несколько интересных оптических экспериментов. Я думаю, ученикам нашего района эти лекции, мероприятия, интерактивы, мастер-классы очень понравились. Надеюсь, наши школьники, наши старшеклассники будут поступать в КФУ, будут получать профессию будущего. Большое спасибо! Это было очень полезно, это было очень интересно и очень увлекательно. Я рассматриваю поступление в КФУ и в будущем, надеюсь, буду студенткой. Я приложу все усилия, чтобы попасть и учиться в КФУ. Школьников обучили навыкам работы на тренажере для эндоскопической манипуляции, а сотрудники Музея истории Казанского университета продемонстрировали увлекательные головоломки. Впереди у нас еще 8 городов, а следующая остановка будет в Лениногорске. Там такая же обширная и суперинтересная программа. Тоже надеемся, что к нам придет очень много школьников, потому что в первую очередь, конечно же, все наши интерактивы и очень популярные лекции направлены именно на них. И им, наверное, будет очень интересно. Кроме того, у пришедших на мероприятие была возможность узнать, как поступить в КФУ и как получить дополнительные баллы к ЕГЭ. Валерия Муратова, Тимур Табаров, Универньюс. В Казанском федеральном университете прошел семинар учителей математики и информатики на тему «Олимпиадная математика. Проблемы подготовки школьников». Более подробно смотрите далее. В стенах КФУ прошел 9-й республиканский семинар учителей математики и информатики «Олимпиадная математика. Проблемы подготовки школьников». Тема семинара «Проблемы подготовки школьников к олимпиадной математике». Это вызвано тем, что на конференцию приехали выдающиеся специалисты в этой области. Это председатель Всероссийской комиссии по олимпиадам, который имеет колоссальный опыт по подготовке одаренных детей по олимпиадам. Они являются членами жюри Всероссийской олимпиады, и они сегодня поделятся с нами опытом подготовки детей к олимпиадам. В рамках семинара обсуждались особенности подготовки школьников к олимпиаде, а также прошел мастер-класс на тему «Ответственные решения». О нескучном построении математических моделей при обучении решений финансовых задач. Эльвира Зорина, Ленар Довлетьяров, Универньюз. О том, что еще интересное произошло в Казанском федеральном университете, смотрите далее. С визитом в Казанский федеральный университет прибыл координатор по сотрудничеству с органами власти и предприятиями Международного департамента университета Хоккайдо. Прием прошел в голубом зале КФУ, где состоялась встреча с руководством вуза. В Институте психологии образования Казанского федерального университета прошло обучение преподавателей КФУ представителями компании электронных систем управления обучению «Новый век». Мероприятие прошло в рамках года цифровизации в КФУ. В музее имени Лобачевского Казанского федерального университета состоялось открытие выставки «Первый русский астроном», посвященной 200-летию кругосветного плавания под руководством Фадея Белинсгаузена и Михаила Лазарева и 225-летию со дня рождения Ивана Симонова. Открыла выставку руководитель музея истории КФУ Светлана Фролова словами из последнего сочинения Ивана Симонова. С визитом в Казанский федеральный университет прибыла делегация рекрутинговой компании из Ирана. Гости детально ознакомились со структурой КФУ, а также приоритетными направлениями. На встрече также были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества. В Елабужском институте КФУ прошел первый этап республиканской кадровой программы «Первая лига». Для студентов Елабуги более подробно смотрите далее. Молодежная общественная организация «Лига студентов» провела этап республиканской кадровой программы «Первая лига» для студентов Елабуги. Мероприятие состоялось на базе Елабужского института КФУ. В нем приняли участие не только студенты вуза, но и обучающиеся всех среднеспециальных учебных заведений города. Когда идешь на подобные мероприятия, никогда не знаешь, что тебя ожидает, что же будет. Это всегда выход из какой-то зоны комфорта. В ходе двухдневного пребывания в стенах института участники форума принимали опыт старших товарищей посредством тренингов и мастер-классов. Целью каждого из них было развитие лидерских и профессиональных качеств в сфере проектного менеджмента, социального проектирования, а также в других областях студенческого самоуправления. Здесь кураторы совместно с организаторами работают над адаптацией первокурсников, чтобы потом, после первой лиги, они уже активно могли внедряться в проекты лиги студентов города Елабуги, но и из республики Татарстан, а также быть личностью, которая будет развиваться семимильными шагами. Для того, чтобы ближе познакомиться с принципами работы общественных молодежных организаций и правилами организации государственных грантов, участники первой лиги прослушали лекции опытных специалистов из области социальной и молодежной политики. Лилия Талипова, Сирена Иванова, Айдар Нурмеев, Универньюс. Какие изменения в погоде ожидаются на этой неделе? Почему эта осень уникальна? Какая будет зима? И к чему нам стоит готовиться? Ответы на эти и многие другие вопросы смотрите в следующем сюжете. Заведующий кафедрой метеорологии и экологии Казанского федерального университета рассказал об особенностях изменений в климате этой осени. Октябрь выдался таким теплым, что как будто мы жили в сентябре. У нас температурный фон повышенный. У нас температура в этом месяце среднемесячная будет порядка 9 градусов, а должна быть 4,5 градуса. То есть аномалия тепла вдвое выше нормы. Кроме того, профессор дал прогноз на эту неделю и разъяснил такие резкие изменения в климате. В нашей территории проходит холодный фронт, который резко понизит температуру. Почему? Потому что на нас будет воздействовать уже не как раньше был юго-западный перенос, а придет воздушная масса холодной с Арктики. Поток идет напрямую по сути дела с севера. Северная воздушная масса. Также заведующий кафедры поделился прогнозом на эту зиму. Тенденция к увеличению. То есть зима отступает, позднее приступает. Ноябрь. Ноябрь дают в пределах нормы. Вот эта карта означает. Декабрь тоже в пределах нормы. Где сильно красное, север красный, теплый. Январь тоже в пределах нормы. Самое важное – одевайтесь теплее, пейте горячий чай и не болейте. Дарья Курмышкина, Велета Басова, Универньюз. На этом наш выпуск завершен. Не забывайте следить за нами в социальных сетях. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова